МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередное заседание рабочей группы стало решающим в деле о возврате штрафов. С представителями администрации, прокуратуру и уполномоченного по правам человека встретились активисты из инициативной группы, которых оштрафовали на круговом перекрестке на пересечении улиц 9 мая и Марии Рубцовой. Встреча оказалась продуктивной. Уже через пару часов людям стали приходить сообщения об отмене штрафов. Но вопросы еще остаются. Однозначно рабочая группа будет работать до тех пор, пока необходимость в ней нужна людям. Соответственно, до тех пор, пока мы не сможем восстановить права. И здесь, я думаю, что со мной согласятся мои коллеги из аппарата уполномоченного, потому что пока мы не закончим работу по восстановлению нарушенных прав последнего человека, эту работу необходимо будет вести и вести на постоянной основе. Начисления спорных штрафов под Москве, Москве, да и во всей стране не единичны. Это всегда вызывает большой резонанс среди автомобилистов. Но история в Химках беспрецедентна. Так быстро решения об окончательной отмене штрафов еще нигде не принимали. Дело в том, что автоматическая отмена постановлений ГИБДД законодательством не предусмотрена. Обычно рассматривают каждый конкретный случай в суде. В Химках деньги вернут всем. Такое бывает нечасто. Да, рабочие группы создаются, но, как правило, все плывут по течению. Действительно разобрались с ситуацией, поняли, прочитали эти десятки жалоб, согласились с народом, согласились с автовладельцами и отменили им штрафы. Изменения в движении на проблемном перекрестке, где выписали десятки тысяч штрафов, были связаны со строительством Репинской развязки. О новой схеме предупреждали дорожные знаки. Но ориентироваться в новых условиях было действительно сложно. А возможности заблаговременно предупредить водителей об изменениях не было. Потому что если бы весь транспорт, который двигался по 9 мая, пошел бы на улицу Родионова и проспект Мельникова, там бы был транспортный коллапс. Поэтому было принято решение перепустить транзитный поток на Ленинградское шоссе, тем самым обеспечить возможность хоть как-то проезжать по улице Родионова. Уведомления об отмене штрафов продолжают поступать автомобилистам. Но остается главный вопрос – когда и как смогут вернуть свои деньги те, кто уже успел заплатить? Участники инициативной группы надеются, что благодаря совместным усилиям рабочей группы этот вопрос также быстро решится. Администрация держит это все под контролем. Там также как рабочая группа жителей Ехимок, то есть инициативная группа, так и они. Мы работаем все в одном ключе, чтобы жители Ехимок встретили Новый год с подарками, без штрафов и с своими деньгами. Для удобства администрация города создала телеграм-канал – официальная развязка «Химке помощь штрафы». Там любой желающий может ознакомиться с документами и последними новостями. Продолжение следует... Продолжение следует...